Чем еще занять себя дома, когда можно выйти только в магазин или в аптеку, а на улице стоит совсем летняя погода? И тут есть два варианта. Если живешь в своем доме, начать его благоустраивать. А если в квартире, пробовать себя в роли кулинара. Цифры двух конкурсов «Домострой» и «Вкусный май» говорят о том, что полевчане любят и мастерить, и готовить. 40 участников, больше сотни рецептов и еще больше фото и видео, на которых наши земляки старательно показывают свои таланты. Итоги, как и планировали, подвели после майских праздников. Чтобы обезопасить участников в такое нелегкое время, организаторы решили собрать их на улице, разумеется, на безопасном расстоянии друг от друга. Основной задачей конкурса было соблюсти индекс самоизоляции заводских работников. Это у нас получилось. Конкурс был очень сильный и тот, и «Вкусный май», и «Домострой». Потому что мы не ожидали такое большое количество приготовленных блюд и такое большое количество сделанных своими руками, можно так сказать, поделок. Потому что думали, ну, может быть, какие-то будут скворечники, стульчики. А оказалось, семьи строили целые беседки в этот период времени. Естественно, это очень нам понравилось. Оксана Тимошенко работает в турбопрокатном цехе номер один сортировщиком с датчиком металла. Она частенько балует своих коллег фирменными тортами, которые очень любит готовить. Но для конкурса решила сделать нечто особенное, что противоречит ее любимым сладостям. Давно хотела попробовать сделать гнезда картофельные, но и тут с детьми решили отметить вкусный 1 мая. И на горячее сделала картофельные гнезда с курицей и грибами, запеченные в духовке под сыром. Домочадцы оценили блюда, жюри тоже. В итоге заслуженное второе место в конкурсе «Вкусный май». Семья Толяниных отправила на конкурс аж 4 блюда. Щуку, хачапури, заливное, курицу по-пекински. Готовили всей семьей. Помогал даже папа. Он и приехал сегодня получать приз за первое место. Что вы делали? Ел. А это уже призеры конкурса «Домострой» – семья Лобановых. Отец и сын вместе мастерили для бани светильник. Отчет отправили на конкурс. Получили второе место и бензопилу в подарок. Пока дрова буду для бани заготавливать. Стол, может быть, сделаем какой-нибудь уличный. Что-нибудь придумаем. Или, может, стульчики. Такое что-то. «Домострой» и «Вкусный май» оказались настолько востребованы среди полевчан, что руководство Северского трубного завода планирует повторить проведение подобного рода конкурсов. Что это будет, узнаете самыми первыми. Готовьте телефоны, фотоаппараты и места под призы. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.